Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья, и в начале второй интерактивной части у меня небольшое объявление. В чикагском издательстве Bagram Company вышла из печати моя книжка «Нью-Йорк. Город и люди». На ее страницах вы узнаете, например, что означает выражение «Декларация независимости была подписана чернилами Филадельфии и кровью Бруклине». Мог ли Нью-Йорк оставаться столицей Соединенных Штатов и почему и стал Вашингтон, где родилось первое проходное сообщение, как масса ирландской эмиграции в середине XIX века изменила этот город. Узнаете, почему красная пятиконечная звезда стала эмблемой Нермага Мэйсис, и познакомитесь с героями позолоченного века – Корнелиусом Эдербилтом, Эндрю Карнеги и Джей Пи Морганом. Узнаете, как возник Гарлем, и кто сделал первый выстрел, когда нацистская Германия объявила войну Америке. Какую роль сыграл Джай Билль или солдатский закон формирования американского среднего класса? И почему Нью-Йорк называют столицей мира? И многое-многое другое. Узнавая историю Нью-Йорка, вы точнее поймете его настоящее, вы увидите его будущее совсем другими глазами. Книгу можно найти в интернет-магазине lulu.com. Когда вы выйдете на сайт, там вы вверху увидите шесть подразделов. Вам нужен последний, который называется «Букстор» или «Книжный магазин». Клыкните «Букстор» и затем появишься на окошке, напишите «Нью-Йорк – город и люди». Можно еще проще «Нью-Йорк», можно еще проще «Наксон». Нажмите на клавишу вашего компьютера «Энтер» и книга перед вами lulu.com.lu. Ну и мы можем приступить к нашему разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый день. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Значит, я хочу спорить то, что первое, что так гадать на конфейной гуще, кто слил информацию в газете «Поис». Точно так же выгодно и газепу, и Белому дому потом обвинить Россию, что, мол, типа это самое, они не согласны заранее и так далее, и так далее. В конечном итоге, чтобы гадать, надо спросить у главного редактора этой газеты, кто тебе дал информацию о предложениях России и так далее, и так далее. Второе, что нужно делать на месте России? Первое, это договариваться с Кубой и, наверное, размещать какие-то противоракеты на Кубе, как было это в 61-м году, и с Венесуэлой. Дальше, договариваться с Сирией, чтобы в Сирии разместить тиджалы и прочие-прочие, это что на калибре, чтобы держать под контролем все Средиземное море. Потому что если отсыпать уже России, дальше некуда. Поверьте, я это знаю. У меня родственники все живут в России, рядом с украинской границей, в Белгородской области, поэтому все они говорят, что тут такое творится, что, возможно, сейчас в ближайшее время украинская армия двинется на Луганск и Донецк. Вот, потому что мы... Понял. Я понял. То есть вы ожидаете от меня, что я вам... Подождите, что я вам дам телефон Кремля, чтобы вы прямо позвонили в Кремль или поделились своими соображениями, что Кремлю нужно делать. Вы знаете, вы ошиблись. У меня этого телефона нет. Ну, что делать бывает? Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, Алексей. Спасибо, что взяли. Добрый день. Алексей, у меня как бы такой двойной вопрос. Вот много очень людей, которые в жизни своей уехали с Украины, звонят на радио и они действительно волнуются. Они действительно высказывают про украинскую позицию. Я не говорю о тех людей, которые там, знаете, звонят и истерически кричат, передайте Путину, чтобы убирался. Пусть они сами попробуют передать, они же знают. Я говорю, вот звонит, например, Феликс. Очень тетка, очень красиво раскладывает. А у меня всегда один вопрос. А кто должен за это погибнуть? Внуки Феликса или внуки Алексея Наксона? Не дай бог, конечно, вы поймите, я теоретически. Почему какой-то выходец человек, родившийся на Ямайке, должен в итоге погибнуть на войну за Украину? Кому это все надо? Куда мы идем? Это там воевать на тех местах уже, знаете, тысячу лет пробовали. Нам именно надо объяснять, что с Россией надо как-то по-другому. Наши тупые генералы, всегда проваляваешься наша разведка. Не может. Второй вопрос. Понимаете, вот когда в день, когда я скажу сразу, чтобы людям из Украины понравилось, когда русские захватили Крым, в этот же день, рядом с нами, в Твебеке, о чем сообщил только один дратший репорт. Шли бои с применением артиллерии, народной гвардии, национальной гвардии против сепаратистов. И с пистолетов стреляли, и с кушат друг друга. Понимаете, сейчас там неделю, черте что творится в Канаде. Это наша граница, это наша конкретная безопасность. Шлома, ну давайте я попробую ответить на ваши два вопроса, потому что, знаете, как время бежит, а вопрос очень существенный и серьезный. Ну, что касается выходцев с Джамейки, которым вы предлагаете погибать в Украине, то много раз было уже сказано, сказал об этом и президент же Байден, о том, что американские военнослужащие не будут на территории Украины, и они не собираются принимать участие в каких-то боевых действиях, которые могут быть на территории Украины. Сейчас на территории Украины, в районе Львова, там есть такой полигон Яворев, находится порядка ста американских инструкторов, которые обучают украинских военных, как пользоваться тем оружием, которое представляют Соединенные Штаты. То есть это инструкторы, это не какие-то части, и так как Украина не является членом НАТО, то точно так же никакие другие военнослужащие и других стран НАТО на территории Украины принимать участие в возможных боевых действиях, конечно, чтобы их только не было, не будут. Поэтому, видите, вы со мной спорите по тому вопросу, которого на самом деле нет. Никакие американские военные, германские военные, французские, британские и так далее на территории Украины умирать не будут. Задача состоит в другом. Позволить Украине обеспечить свою независимость и уритюнитет с помощью Запада, с помощью, но не вместо Украины. Подождите, я же должен ответить на ваш второй вопрос. Вы же говорили о Квебеке, а там что, что ведутся бои с применением артиллерии и так далее. Вы достали газету из архива. Последние бои в Квебеке с применением артиллерии происходили в 1763 году. После этого никаких боев с применением артиллерии в Квебеке и не было. Так что, ну, иногда действительно возьмешь газету из архива, посмотришь, ну, действительно воюют англичане и французы в Квебеке за то, кто будет контролировать Квебек. Кстати, там, где есть город Квебек, и многие наши радиослушатели бывали в тех местах, в экскурсиях, сюда завозят Квебек. Там как раз рассказывают о том, как состоялась битва как раз на, ну, скажем, то месте, которое сейчас является, околице города Квебек между французскими и британскими частями, и там погиб знаменитый молодой британский генерал Волф. Его картина, его гибели даже есть в британском музее, а копия есть в Канаде. Но, опять-таки, вы просто ошиблись со временем. Ничего, бывает, бывает, все бывает. Ну, когда любишь историю, иногда, знаете как, иногда есть какое-то такое несоответствие между настоящим и прошлым. Принимаешь то, что было в истории, за настоящее. Ну, хорошо. Мы можем послушать вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Алексей. Да, в эфире. Вы меня слышите? Да, в эфире. Я, если честно, я до сих пор не могу понять, люди живут в Америке. Каким-то образом, наверное, не одни с семьями своими. И они советуют России привезти ракеты на Кубу. Для чего? Для того, чтобы стрелять по тебе и по твоим близким? Неужели люди не понимают, что они говорят? Теперь еще один вопрос. Я понимаю, что огромное количество людей, которые звонят на наше радио, они не отходят от Первого канала, от канала, на котором вещает Соловьи. Но, друзья, вы же живете в этой стране. Ну, чуть-чуть подумайте, как можно требовать для себя безопасности за счет чужой безопасности. Ведь ничего Украина от России не хотела и не пробовала, и не просила. Украина просит только одно. Дайте нам жить спокойно. Дайте нам сделать свой выбор и идти своим выбором. В конце концов, любой человек, любая страна имеет право на это. И никто не может рассказывать, как кому жить. Вы сюда многие приехали из той страны, которая вам указывала, верной дорогой идете, товарищи. Ну, почему вы считаете, что вам никто не должен указывать? А почему вы считаете, что какой-то другой стране должны указывать? Ведь это не Украина захватила территории России. Это не Украина сейчас ведет, извините выражение, бандитские действия в одном из районов России. Ну, неужели это непонятно? Друзья, ну, немножко иногда подумайте, отойдите от экрана Первого канала, Российского канала, и подумайте, вы живете в свободной стране, вам не надо никого бояться. Почему вы животом живете здесь, а мозгами живете там? И рассказывайте Путину, что он должен перевезти ракеты туда-туда, чтобы они были нацелены на страну, в которой вы живете. Ну, я не знаю, Алексей, ну, так же нельзя, это же надо как-то все-таки, ну, взрослые люди. Я понимаю, что Шлома очень любит Россию. Он всегда подсказывает, как надо действовать. Ну, послушайте, это все вранье насчет языка. Я учился в Ивано-Франковске технику физической культуры. Евреи закончился с красным дипломом этот техникум. Никто не мешал еврею закончить с красным дипломом Ивано-Франковским техникум физкультуры. Разбавляю украинскую мову, пищу, читаю, пищи, спиваю, украинскую мову. Сейчас в Украине включите любой канал. Говорят и на русском, и на украинском. А задайте вопрос, почему в России закрыты все украинские школы? Вот это задайте вопрос. Но никто не задает этот вопрос. Какие бандеровцы? А помните, бандеровцы делали в тюрьме, никакого отношения к этому не имеют. Эдуард, который рассказывает, как убивали там по три раза на день. Зачем? А помните, зачем вы разносите эту родину между украинцами и евреями? Да евреи уже давным-давно любят Украину, верят Украине. Там пример милиции, президенты евреи. А помните, зачем вы несете эту ахинею? Алексей, я не знаю, как взрослые люди не могут понять этого, что их просто мозги наполняет всякой, извините за выражение, не хочу ругаться. Ну, они же взрослые люди, пусть задумаются над этим. Вот что я хочу сказать. Извините. Эдуард, и вы, и я, ну, я, наверное, чаще немножко, чем вы, сталкиваюсь с тем явлением, которое принято называть когнитивным диссонансом. Да, это такое наукообразное определение, когнитивный диссонанс. Ну, а вот то, что на самом деле на себя представляет, вы хорошо описали, когда человек реально живет в Нью-Йорке, звонит в нашу программу по нью-йоркскому телефону, он же не звонит ни из Тула, ни из Брянска, а звонит из Нью-Йорка, и действительно рассказывает о том, как Россия должна сражаться с Соединенными Штатами, как хорошо установить ракеты на Кубе, чтобы бахнуть по Нью-Йорку. То есть, человек живет в Нью-Йорку и предлагает крепко ударить по Нью-Йорку. Ну, замечательно, но бывает. Ну, вот, вот вы на практике реально сталкиваетесь с тем, что студенты мединститута, наверное, в четвертом курсе изучают когнитивный диссонанс. Вот если бы они были бы среди нас, эти самые студенты, они бы на практике убедились, что это означает. Ну, что мы можем сделать, Эдуард? Предлагать таблетку под язык я не буду, я не доктор, у меня нет соответствующей квалификации, я только могу предлагать всем внимательно слушать и участвовать в этих программах, и, Эдуард, я бесконечно вам благодарен и за ваше участие, и за вашу, несомненно, гражданскую позицию. Спасибо. Ну, а теперь мы можем продолжить нашу беседу, и давайте ее продолжим вместе с вами. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте. Я вот хочу этому вашему оратору, Лучину, сделать такой анализ. За 25 лет жизни в Америке при всех президентах Америка развязывала воли. При всех. И вы сейчас мне будете рассказывать, что Россия агрессия. А, все-все, ну, понятно. Еще один персонаж с когнитивным диссонансом, ну, на сегодня, мне кажется, уже достаточно. Так, давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы эфире. Алло, здравствуйте, но... Да, вы эфире, говорите, пожалуйста. Господин Наксон сейчас занят, он, 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 он разговаривает. Еще раз пощакал. Я звоню, пожалуйста. Вы эфире, говорите, пожалуйста, я вас внимательно слушаю. Поделитесь своими суждениями, соображениями, взглядами. А, ок, ага. Потому что, ага. Значит, меня зовут Геннадий. Два небольших... Геннадий. Ну, просто, во-первых, спасибо огромное за ваши передачи, они чрезвычайно информативны, и, честно говоря, даже предсказывают будущее в какой-то степени. Значит, у меня две, просто, два таких блока информации. Значит, первый. Я имел отношение к военно-морскому флоту, и могу сказать, о терминологии. В русской терминологии судно это гражданское судно. Нельзя сказать, что громадное судно, крейсер, там, у Тузов вышел в море. Надо по отношению к военно-морскому военно-морскому флоту говорится только корабль. Все, что имеет отношение к военно-морскому флоту, называется корабль. все гражданское судно. Вот это совершенно, так сказать, точно. И второе, мы, когда был вот захват Крымом, так получилось, что буквально в это время мы были в поездке в Японии. И там была сборная группа. И там было человек десять, они сами собрались, и вот взяли вот этот тур вместе с нами в одном автобусе из Крыма. Так вот они рассказывали, что они голосовали, да, вот как все, как было, вот так вот им дали вот эти бюллетени. Но в этих бюллетенях вопрос, значит, там квадратик. Желаете ли вы присоединение Крыма к России? В этом квадратике уже стояли плюсики. То есть квадратики уже были заранее, в них были поставлены плюсы. Понимаете? О чем идет речь? Алло. Да, да, Геннадий, ну, безусловно, мы с вами понимаем, что так называемый референдум, это было просто неким прикрытием, фиговым листом. Да, да, вы подтвердили, это такой был некий фиговый листок для аннексии оккупации Крыма. Геннадий, у меня к вам другой вопрос, очень короткий, времени мало. Вы пояснили разницу между судном и кораблем. В отношении ничего, вот у меня как-то сейчас этой терминологии в этом документе не было. В отношении всего, все, что гражданское, называется суда. Все, что военно-морской под, называется корабль. Хорошо, принято. Если вы скажете, что крейсер такой-то, значит, громадное судно, крейсер там, Кутузов, вышел в море, это будет нонсер. Громадный корабль. Отлично. Крейсер на какой-то вышел в море. Вот. Геннадий, спасибо, ваше уточнение принято. У меня просто программа заканчивается. Спасибо еще раз огромное. Будем иметь в виду, хотя вроде бы я никогда военные суда не называл иначе кораблями. Ну, видите, вот сказал военное судно. Ну, что ж, я надеюсь, что Геннадий меня простит, да, за такую гражданскую терминологию. Ну, хорошо, дорогие друзья, эта программа незаметно подошла к своему завершении у нас была удивительная возможность познакомиться с настоящим реальным текстом письменного ответа Соединенных Штатов на так называемый ультиматум Путина. Если вы вникали, если вы слушали, то вам многое стало ясно. А что стало ясно? А ясно одно, что Соединенные Штаты из этого ультиматума выбрали некие моменты, которые можно назвать конструктивными. Это то, что касается сокращения ракетно-ядерной потенциала на востоке Европы и Соединенные Штаты всегда придерживаются этой позиции. Ничего нового нет. И второе, то, что вопрос вхождения или не вхождения Украины в НАТО, это вопрос, который решается только Украиной и НАТО и больше никем другим. Спасибо, дорогие друзья, за этот час, который мы провели в нашем эфире. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова